Уроки онлайн. Ивановский центр дистанционного образования празднует день рождения. 8 лет назад на базе второй школы открыли муниципальный ресурсный центр. Урок в этом классе начинается со звонка по скайпу. Если в далеком 2009 году в дистанционном центре обучало всего 12 человек, сейчас количество ребят выросло до 28. Обучают онлайн ребят, которые по тем или иным причинам не могут посещать обычную школу. В основном это дети с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на, казалось бы, необычные уроки, от программы эти ребята не отстают, а то и опережают сверстников. Конечно, наш центр очень изменился. К нам поступают все больше и больше детей с ограниченными возможностями здоровья. И у нас изменились сегодня, конечно, и методики преподавания, потому что самое главное для наших детей – это ситуация успеха. Урок, как и в обычной школе, длится 45 минут. За это время учитель проверяет домашнюю работу, делает небольшой опрос ученика, рассказывает новый материал. Вместе с педагогом ребята выполняют несколько практических заданий. Единственное отличие – перемены здесь длятся от часа до двух, чтобы ребенок успел отдохнуть. Ну, начинает урок, конечно, учитель. Учитель звонит ребенку, звонит ребенку. Ребенок отвечает на звонок, да, ну, а дальше в зависимости от того, какой это урок. Вот. Проверяется домашнее задание. В общем, схема-то урока такая же, как и в школе. Олег Кризанский уже давно учится дистанционно. Отличник. Как и все, сначала мальчик посещал общеобразовательную школу. Потом из-за состояния здоровья это стало невозможно. Такой замечательный проект, как домшкола.ру, для нас стал просто спасением. Ребенок стал учиться в этой школе. И я, как мама, скажу, что ему очень нравится. Здесь такие замечательные педагоги, которые индивидуально подходят каждому ребенку. Сейчас мальчик в восьмом классе. Олег сочиняет стихи, готовит интересные проекты. Постоянно участвует в конкурсах и частенько завоевывает на них первые места. Я в окно «Большой мир» участвовал. И я даже записал проект, посвященный году экологии. В этом проекте было то, что нужно беречь нашу планету. Ставить на заводы и фабрики очистительные средства, чтобы воздух был чище. Учителя рассказывают для ребят, которые вынуждены сидеть дома. Главное – это возможность развиваться и общаться, пусть и дистанционно. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.